Всем привет, друзья мои! С вами я, Светлана Ата. Утро начинается у меня отличным настроением, благодаря платформе Гегуэс. Мои хорошие, сегодня в Мерсине дождик, пасмурно, но несмотря на это настроение шикарное, потому что, когда человек зарабатывает деньги, лучше этого нету, особенно под Новый год, когда хочется всем сделать подарки и себе, просто настроение великолепное. Сегодня к нам в гости приходит племянница Севги со своим женихом, и также мы пригласили Озлем. Естественно, я их снимать не буду, потому что они не захотят сниматься на камеру, но Озлемчика я сниму обязательно. Сегодня мы решили с мужем, чтобы я много не возилась, сделать лахмаджун. То есть я сейчас приготовлю фарш, и мы отдадим его в пекарню, и нам всё приготовят. А я только приготовлю суп мерджимек, они очень любят. И ещё мы отдадим в пекарню фурын, называется по-турецки, баклажаны с красным перцем болгарским. И вот сегодня у меня овощной день по диете. И я попробую, нарушу свою диету обязательно съемь лахмаджун, потому что я его обожаю. Начала мазать на ночь себе кокосовое масло. Такое оно приятное, друзья мои. Когда я сначала помазала и сделала массаж, оно вот пахнет фруктами, так приятно. Не то, что я сделала тогда своим дома. Это совсем другое готовое кокосовое масло, и приготовленное мною, потому что там какие-то отдушины тоже есть. Запах великолепный. Намазала даже аж к ему на лицо, ручки помазала. Я намазала жирно, пропитала салфеткой, и вообще супер-супер было такое состояние кожи. Так что не надо мне будет покупать ночной крем им в руше, потому что это очень хорошее средство. Сижу вот, только встала и работаю. Смотрю, сейчас прочитала ваши комментарии, на которые огромное вам спасибо за поддержку. В том видео, где на меня наехал продавец, еще хочу пару слов добавить, что сколько лет я живу в Турции, первый раз я вижу такое отношение к себе. Но бывают, конечно, везде люди хорошие и плохие, от этого у меня жизнь не испортится, настроение испортилось на какое-то время, и все. С моим мужем у меня все в порядке, мы решаем все проблемы дома. Мы пришли, я с ним поговорила на эту тему, и все. А он говорит, просто говорит, я в тот момент этот продавец стал оправдываться, и я, говорит, не понял, в чем дело, я не знал, что он так над тебя наехал. А то бы, конечно, если бы я там был, я бы ему показал. Ну, так вот, все хорошо, мир, хорошее настроение, несмотря на то, что опять в Батуми очень много у знакомых поумирали, молодых людей, к сожалению. Ой, ну что делать? Мы бессильны с этим. Дай Бог здоровья моей мамочке, моим внукам, моим деткам. С сыночком разговаривала, звонил он мне, говорит, мама, говорит, все хорошо, но, говорит, смотрим, находится он в Новой Зеландии, смотрю, говорит, показал мне с корабля Новую Зеландию, а выйти нельзя. Все время, говорит, на железной этой коробке находимся. Но у него все хорошо, занимается он там и спортом, приводит свое тело в порядок, потому что он у меня спортсмен, на суше тоже, когда был в Батуми, занимался фитнес-клуб, ходил и накачивал свои мышцы. Так что у него все нормально, ему осталось еще, наверное, 4 месяца, и очень хочет он продлить контракт, потому что он видит ситуацию, что в Грузии ему нечем заниматься, срок годности его документов подходит к завершению, нужно делать новый, а вы сами знаете, что это очень много денег надо. В общем, все очень сложно, поэтому он очень хочет продлить этот контракт, потому что ему все нравится, все устраивает. Так что вот такие вот у меня новости хорошие. Буду продолжать сейчас идти, приводить себя в порядок и готовить фарш на лохманджун. И покажу обязательно его вам, как он готовится. Ну, а вам прекрасного настроения и удачного дня, и хорошего настроения перед Новым годом. Зарабатывайте, будьте здоровы, будьте счастливы. С вами я, Светлана Ата. Чтобы приготовить фарш на лохманджун, нужно прежде всего фарш, а тут у меня 900 будет. Нужно петрушку, 5 луковиц, 3 болгарских красных, зеленый, 3 дольки чеснока, 2 столовые ложки перцовой пасты, 2 столовые ложки томатной пасты из помидор и пряности. Пряности пока положилась, чихание началось. Вы будьте здоровы, спасибо вам. Значит, чайная ложка, 2 чайные ложки черного перца, ложку сделала острого, красного, молотого и кикек. И, естественно, соль нужна. По вкусу буду добавлять. Сейчас я это все почищу и в блендере перемешаю все ингредиенты. А потом смешаю с фаршем. Вот начинаем мы готовить фарш для лохманджун. Первое я перемешала вот перец, а сейчас вот буду лук, чеснок. Сейчас добавлю все остальное, петрушку и пряности. Вот такая красота у меня получилась. И, знаете, она так пахнет классно. А сейчас я вот смешаю все с фаршем, надену перчатку и смешаю. Мы с Ашкемом, он идет завтракать. Скажи привет! Привет! Всем! Всем! Мои! Мои хорошие! Ой, слава Богу, родил! Хорошие! Ну и завтрак я ему сегодня легкий сделала. Еще еще. Потому что этот будет кушать скоро, гости придут. Кавалты. Кавалты, эвет. Молен кавалты. Хлеба мало, мой дала. Будем потом кушать. Вот все, Ашкема, фето, усун. А я покажу вам, что я приготовила. Посмотрите, как красивый вышел. Так много, наверное, тут сколько? Полтора килограмма будет. Ну все. Это у меня готово. Сейчас приготовлю болгарские рядом, балкаложаны. И можно уже потом звонить в Фуэрин, в пекарню. И они придут, сами заберут. Вот такой у нас сервис. И сами же принесут. А я пошла... Мне что же надо позавтракать? Забыла про себя. Забыла вам рассказать, что лохманджун можно делать и в домашних условиях. Обычно это рожевое тесто. Раскатать тоненькую лепешечку такую. Вы видели размеры уже. Наверное, две ладони надо. Даже в ладонь. Вот в ладонь такую раскатать. Вот на такую... И прямо намазать вот тонким слоем этого фарша. Намазать. И в духовку. Ну правда, долго надо возиться. Я впервые, когда только-только приехала в Турцию, хотела сама все попробовать сделать. Блин, три часа я пекла. Потому что они же тоненькие. Много места нет уже сейчас в духовке. И вот поэтому лучше всего не возиться и отдать в пекарню. А то я тоже готовила такие лохманджун. Сейчас я покажу, как я буду готовить суп-мерчимик. Сразу сегодня у нас такой кулинарный влог. Здесь вот фарш созревает. И как я буду готовить. Вот я так все крупно нарезала. И сейчас буду все это чуть-чуть обжарю в сливочном масле. Так как в этот раз я делаю на 4 человека, но еще завтра все мы собрались. Я вот такую огромную ложку, если видите, сливочного масла. Вот оно сейчас пожарится у меня. И начну пережаривать на маленьком огне овощи. Начинаю с лука. Почему я так крупно порезала? Потому что я же буду все это блендером измельчать. Поэтому не имеет никакой разницы и значения. Вот сейчас вот чуть-чуть накрою крышечкой. И оно у меня будет чуть-чуть стушиться. Ну, по 3 минуты каждая. Потом добавлю морковку, потом картошку. Так как я делаю суп на 4 персоны, ну, надо считать, что на одну тарелку половина. Пускай будет столько, да? Вот сейчас я это перемою все. Чечевицу красную. Мне кажется, достаточно. Кто ко мне пришел? Посмотрите, кто пришел! Мама, я пришел, я пришел, я пришел, я пришел, я пришел. Видите, какие волосы у нее? Я пришел, я пришел, я пришел. Устала она от этих волос. Дождь идет нам около, моя красавица. Помощь. Я емкость и емкость будем делать сегодня. Очень красивые емкость. Ага. Мы садимся, мы садимся. Акроба. Я очень удивляюсь, не хватит времени. 2 месяца будет. все короче пошли мы сейчас готовить все пошли мы готовить помощница пришла мне ко мне кто говорит как бы изменилось я 750 евр нить просто из вас окружает нет Я не могу, это очень хорошо. Эдер, как ты слышишь? Актрис. Ты понимаешь? Ты знаешь, что они делают. Ты понимаешь, что нет проблем. Довольный человек. Как вы думаете, все хорошо показывает. Правильно? Потому что тебя очень ждут. Всего в мире ждут. Он был 10.000 человек. Я не помню. Но я не помню. Я не помню, я не помню. Ты знаю, что я не помню. Вы помнили, что я не помню. Да, я помню. Испортились, говорит, от краски. Не могла расчесать. Да, я использовала куся. Так что, я не могу. Мне нужно было куся-кыся, но я очень хорошо. Ой, Ашкем, как на меня смотрит. Ашкем, как на меня смотрит, как будто я никогда не видел. Что я хочу сказать, я приготовила суп, помыла зелень, сделала айран, оказывается, мы думали, что в 4 они придут, они, оказывается, придут после 6, так как наш зять работает, и вот, ну, мы все приготовили, решили выпить кофейку, а я решила покушать фрукты, позавтракать, я же думала, что сейчас, сейчас скоро буду кушать, но не получится. Так что, вот так у нас хорошо, дождик на улице, а у нас круто. Вот такой вот стол мы приготовили с узлемчиком, напитки, водичку, клахманжун, вот такое нужно, солености, травку, мавку, супчик есть. Вот сегодня я поем, уже 6 часов, ждем, когда принесут. Соли забыла я, соли не хватает. Не снимаю этих гостей моих, потому что, может, они не любят сниматься на камеру. Только узлемчиков сниму. Принесли нам такое лахманжу, но горячее, только что, только что. Сейчас я и соседей хочу угостить, моих деточек там, хочу угостить, конечно. Каждый день лахманжу не делаю, они нас часто угощают. Вот, обошлось это 30 лир, тут вот это все, а здесь вот перец, здесь вот сейчас перец болгарский, красный и синенький будем чистить. Такой запах обалденный. А вот что принесла наша племянница, заловка передала огурчики соленые. Вот такой перчик, оливочки, вот я сделала такой оранчик, видите, сейчас будем готовиться. Вот, смотрите, супчик, вот у меня такой супчик вкусненький, обалдеть. Все, мои хорошие, кто-то стучится в дверь. Мои хорошие, отнесла соседей угостила и теперь иду присоединяюсь к моим гостям. Ну, естественно, я их не сниму о всех новостях, потом расскажу, если что-нибудь интересное будет, обязательно поделюсь с вами. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.